Действующие лица Отдельная отрасль И есть строительство социальных объектов Это тоже, мне кажется, эти вещи По идее должны пересекаться Но они почему-то не всегда пересекаются И тем не менее, еще лет 10-15 назад Когда мы говорили о строительстве Здесь в городе Краснодаре То в большей степени мы все-таки говорили О строительстве жилищном Хотя в последнее время ситуация меняется Но если позволите, я по старинке Начну с жилищного строительства Как сейчас эта отрасль Эта часть жизни и экономики города Развиваются с учетом карантина Ну, естественно, как вы и сказали Отрасль строительства сегодня является Одной, наверное, из самых главных Частей экономики И города, и края И, в принципе, страны в целом По итогам Последнего совещания Под руководством губернатора Было определено, что С 23-го числа С 23-го мая Отрасль строительства Начинает работать в полной мере На территории города И, соответственно, на территории края Ну, первое ключевое Наверное, здесь нужно отметить Что в рамках этого поручения Мы, как отраслевой орган Разослали всем строительным организациям Уведомления, которые они должны были Заполнить и направить в органы Роспотребнадзора Данная мера позволяет Эффективно рассматривать все предприятия На предмет ими руководства Тех предложений, которые были даны до этого По ликвидации Или предотвращению Негативных мер распространения инфекций Вот, эта работа была на сегодняшний день проделана Поэтому завтрашнего дня 23 числа у нас завтра Завтрашнего дня Все строительные организации города Ну, мы конкретно про Краснодар говорим Могут начинать свою работу Мы, естественно, рекомендуем всем И такие рекомендации, которые были разработаны И Роспотребнадзорным федеральным И Министерством строительства Российской Федерации Мы всем строителям города разослали В них четко указано Какие нужно меры предпринимать Для того, чтобы минимизировать Распространение инфекции Ну, самые популярные О которых мы ежедневно говорим Это непосредственно работодатель Должен измерять температуру И записывать это в журнал Соответственно Чем чаще есть возможность это делать Нужно это делать Ну, два-три раза в день Это должно происходить Соответственно, не должно быть прямых контактов Мы полностью пытаемся исключить Рукопожатие, к которым мы сегодня так сильно привыкли Ну, и ношение масок Естественно, маски, которые мы с вами привыкли видеть на улице Это, скажем так, ну, одного рода маски Да, у строителей есть свои респираторы Они по своему качеству еще превосходят Да, чем обычные маски, которых мы ходим на улице Вот Ну, и, соответственно, при каких-то контактах Нужно дезинфицироваться Понятно, что на самой стройке это невозможно Но на самой стройке и люди Да, в этом нет необходимости Кому-то близко контачить Да Вот это такой минимум, который люди должны сегодня выполнять на стройке Потому что надо понимать, что на любом объекте Может быть 150, 200, 300 В зависимости от объема объекта человек Соответственно, если будет очаг Он может сразу за собой породить волну Огромную волну заражений Поэтому, пользуясь случаем, тоже хотел бы строителей попросить Выполнять все рекомендации А дальше тогда За соблюдением этих рекомендаций Ну, да, человеческий фактор, его же не исключишь Из всего этого Будет уже следить там Роспотребнадзор Какие-то надзорные органы Или, допустим, ну там, ваши подчиненные департаменты строительства Я не знаю, может быть, какие-то другие контролирующие органы Которые есть в структуре администрации города Краснодара За этим тоже будут присматривать То есть, какие-то ряды вы будете проводить Или это вот, ну там, федеральные структуры Такие, как Роспотребнадзор Ну, в любом случае, естественно У департамента строительства есть возможность Прибыть на любую строительную площадку Мы не говорим о каких-то наказаниях Да, о каких-то штрафах или о чем-то Но если мы Поправить просто, да Увидим, естественно, мы укажем на необходимость Выполнение рекомендаций Тут нужно обратить внимание О чем мы и официально сегодня строители уведомляем Что это ответственность руководителя Непосредственно Чтобы у него на его площадке На его объекте Соблюдались требования Сегодня неохота никого пугать Но все знают, что внесены изменения В том числе и в уголовный кодекс Которые говорят о том Что если люди пренебрегли Какими-то условиями Да, то и после этого Заразилось огромное количество людей То последуют однозначно неприятности Поэтому здесь, наверное, самое главное Чтобы каждый руководитель Своей организации Понимал, что вся ответственность Лежит на нем Ну а непосредственно Если что касается Должностных инструкций То, естественно, на этого полномочия У нас сегодня Роспотребнадзор Но здесь, мне кажется Есть смысл еще говорить о том Что, ну вот вы сами сказали Да, там объект какой-нибудь Там 150 человек Если, не дай бог, будет вспышка То этих всех людей С этого объекта уберут Да, они будут вынуждены Идти на обсервацию То есть стройка станет Да, это экономические потери В том числе и для руководства предприятия Да, и для тех Кто этим бизнесом владеет В первую очередь Не заинтересован Естественно, сам работодатель Казалось бы, один какой-то Строительный объект На котором работает 100 человек За этим строительным объектом Тянется целая куча Всяких последствий Ну даже если брать людей Мы привыкли говорить И как мы сейчас с вами говорим На объекте работает 100-150 человек А мы забываем с вами Что помимо того, кто находится на объекте Сколько еще людей находится в офисе Сколько людей еще находится По домам у этих людей И так далее Плюс поставщики, да Которые могут пострадать Все смежники Да Если вот этих всех людей собрать Получается, что на одном объекте Далеко не 150 человек работает Соответственно, все эти люди Получают зарплату У них всех есть семьи Этот объект Ну его Эта фирма Она отчисляет деньги в бюджет Эти деньги обратно идут На социальные объекты О которых вы выше упомянули То есть, естественно Стройка это локомотив Движения экономики Поэтому мы очень рады Что сегодня есть возможность Открыть эту отрасль для работы И примем все меры Для того, чтобы все было нормально Два месяца практически У нас сейчас идут карантинные мероприятия То есть, получается Практически два месяца У нас провелось Жилищного строительства Насколько, на ваш взгляд Это сильно может отразиться На той ситуации Которая есть на строительном рынке Города Краснодара Сможем мы до конца года Нагнать эти два месяца Без потери качества Естественно Ну, это однозначная позиция По поводу качества Это позиция и главы города Соответственно, наша позиция Такая же И что спешка не должна За собой порождать Некачественно выполненные работы Потому что надо понимать Что там будут находиться люди Мое мнение Сегодня заключается В следующем Слава Богу, правительство Дало такую меру Как ипотека Под 6,5% Для населения Да Это Это, на мой взгляд Даст толчок То, что Люди, которые Вчера еще не могли Взять ипотеку Они сегодня По крайней мере Начнут думать Некоторые из них Согласятся И ее возьмут Соответственно Когда человек берет ипотеку Сегодня у нас уже В большинстве своем Это проектное финансирование От этого Банк Банк Занижает проценты По кредитам Для самого Застройщика Ну, в общем Начинается Закручивается Колесо Которое Дает возможность Непосредственно Уже на месте Покупать материал И объект Начинать строить Так вот Мое мнение Что данная мера Должна Снивелировать Вот это Отставание И дать свой Соответствующий толчок На 100 ли процентов Мы нагоним Эти два месяца Либо может быть На какой-то другой процент Сейчас трудно говорить Потому что мы только выходим Я думаю Через неделю-две Уже будет Более понятна Какая у вас ситуация Тогда еще один момент Немаловажный В этой среде Я не знаю Насколько это к вам вопрос Но тем не менее Все равно его задам Понятно Что сейчас строители Начнут Скажем так Более интенсивно строить Понадобятся Дополнительные рабочие люди Потому что будет расширяться Производство А рынок Трудовой рынок Краснодара Готов ли он К тому Что у нас сейчас Вполне возможно Появятся дополнительные Вакансии В строительных профессиях А это и водители Это и те же Каменщики И сварщики И крановщики И так далее Мы сможем Это переварить Я имею ввиду Город Краснодар На ваш взгляд Ну Что касается Непосредственно Строителей То есть Именно профессионалов С этим вопросов У нас нет Они имеются Как говорится В нужном количестве Что касается Смежников Которые могут Понадобиться Нам никто Сегодня не запрещает Привлекать Соседних субъектов И я вам скажу Из практики Это довольно таки Распространенная Мера По привлечению Специалистов Берем даже Не субъекты А города Если сегодня Краснодар Обычно в лидирующих Позициях В стране По объему Надо понимать Что в Краснодаре Строители Со всего края А если есть Необходимость Из других субъектов Которые не могут Похвастаться Таким вводом Жилья Как мы Поэтому Думаю Что с этим проблем Не будет Мы справимся В этом месте Если позволите Сделаем небольшую паузу Чтобы уже После рекламы Начать говорить О социальных объектах То есть Жилищным Я надеюсь Мы с вами уже закончили Итак Реклама На нашем канале Мы продолжаем программу Еще раз хочу вам напомнить Что мы сегодня с вами Говорим о строительстве И гость нашей сегодняшней программы Директор департамента строительства Администрации Краснодара Артем Аганов Артем Вячеславович Ну вот в первой части программы Мы с вами говорили О строительной отрасли О жилищном строительстве О том Как Эта часть Отрасли Переживает В эти карантинные мероприятия Которые есть И мы с вами Отмечали Что Сейчас строительства Возобновляются То что касается Социальных объектов Я правильно понимаю Что там Строительные работы Начались Несколько раньше Там 23 мая Ждать никто Не стал Потому что Это реально Необходимо городу Ну В первую очередь Естественно Это позиция У нас Не только Краснодар Это позиция И администрации Краснодарского края В лице губернатора Что социальные объекты Не должны останавливаться При любых обстоятельствах Были некоторые Трудности В начале Естественно Когда только Объявили карантин И говорить сегодня Что их не было Не будет правильно Но Сегодня Глава города Евгений Алексеевич Нам Однозначно Говорит о том Что мы должны Построить сегодня Работу таким образом Чтобы нагнать То что мы Где-то может быть Потеряли Во временном Пространстве Более того Я думаю Все видят Соцсети Как только сейчас Появилась возможность Выходить на работу Глава города Сам лично Начал посещать Все социальные объекты И мы буквально Там каждый день С ним ездим На все школы И сады Он смотрит Своими глазами Дает Необходимые Вводные Я думаю Мы рано Рано или поздно В ближайшее время Мы выровняемся Ну здесь опять же Я могу Это только подтвердить Перед нашими телезрителями Потому что Наши корреспонденты Да Действительно Каждый день Я вижу эти материалы Мы выезжаем Вот буквально Перед нашей с вами встречей Я общался с коллегами Которые готовят Итоговый выпуск новостей Там большой материал Об этом И я думаю Что зрители Это увидят Тогда Смотрите Мы с вами Встречались Где-то полгода назад Здесь в этой студии И строили планы В том числе И на этот год По строительству Социальных объектов Я сейчас говорю Про школы Я сейчас говорю Про детские сады Я сейчас говорю Про те же самые объекты Спортивные инфраструктуры Для массового спорта Сильно ли мы просели По срокам сдачи Сильно ли мы Подзадержались С учетом того Что практически Два месяца был карантин Значит По планам По планам На этот год Вот сегодня На сегодняшний день Все то что мы Планировали И обещали Мы Также Эту задачу Не снимаем Естественно В первую очередь Потому что И глава города С нас ее не снимает И мы видим Возможен ее выполнение Недавно Ну Относительно недавно Мы завершили Строительством Бассейн плавательный В микрорайоне Юбилейном Ну в силу Понятного Карантина Сегодня там детишек нету Торжественно Открыть его Не получится Да Но он уже давно Готов Стоит С необходимым Оборудованием С водой В бассейне В конце концов Ждет Ждет Да Своих посетителей Вот Очень мне кажется Хорошее событие Для спорта То есть Я прошу прощения Что я перебиваю То есть получается Как только закончится Карантин Это будет Ну вот прямо Открытие может совпасть Да Да Открытие на самом деле И ждет Чтобы закончился карантин И я думаю Что оно Будет торжественное Красивое Вот Значит Помимо этого Мы с вами разговаривали О том Чтобы в этом Году Мы Завершили Пять школ И два детских сада Вот Опять же Прошу прощения Что я перебиваю Когда мы говорим Ну вот С детскими садами Я еще понимаю Там можно сдвинуть Там на день На два На три Какие-то Да Там на недельку Может быть Сдача объекта То что касается школ Здесь же есть Совершенно конкретная дата Первого сентября Здесь хочешь не хочешь Они должны открыться Вот смотрите Вот смотрите Есть Понятно Что всем хочется Чтобы школа Открылась Первого сентября В принципе Это нормальное желание Мы все привыкли В школу Пошел Первого сентября Но надо Средством Мы сразу же Объект выставляем Нет Дело в документах Это же Даже не многоквартирный дом Который получил Акт ввода в эксплуатацию И люди уже могут Условно Заходить в свои квартиры Это школа Помимо акта ввода В эксплуатацию Который получается Уже на готовый объект И временной промежуток На него тоже надо заложить Помимо этого Все инспектирующие службы Приходят В том числе Получается В итоге Когда их собирают В кучу заключения Получается Заключение Роспотребнадзора Получается лицензия На образовательную деятельность Все это занимает Несколько месяцев То есть Как у нас Любители сейчас Все в интернете писали Ну все же да Специалисты Да Все специалисты Все инженеры Все строители Проходят мимо Сфотографировал Школа готовая А дети не ходят Ага Значит что-то там не так Нет Просто есть процедура сдачи Поэтому Когда мы говорим За этот год Мы строителей Не говорим Не имеем ввиду Первое сентября Естественно Коллегам сообразования Хочется чтобы это было Первое сентября И там где мы можем Это сделать Мы естественно организуем В этом году Мы планируем Открыть первое сентября Школу на красных партизан На 1100 мест Остальные школы Мы планируем Завершить до конца этого года Итого получается Четыре школы По 1100 мест 4400 И школа на 300 мест Вот 4700 4700 Это в одну смену В одну смену Мы это построим То есть как бы То что обещали Мы это сделаем По садикам как Два садика Мы как планировали Так и планируем завершить Садик один на 200 мест И другой на 240 мест До конца года Мы планируем завершить Строительством И мы начали Вначале я говорил Про физкультуру Мы начали строительством Физкультурно-оздоровительный комплекс В юбилейном микрорайоне Он прям среди жилых домов Внутри Вот так же мы до конца года Планируем сделать Если вернуться к школам Это такие некие типовые проекты То есть они Ну я понимаю да Что даже если построить Там две абсолютно Внешне одинаковые школы Они все равно будут разные Потому что там Мы с вами это обсуждали Я это запомнил Там есть привязки к местности Есть там Какой-то там грунт И так далее Коммуникации могут быть разные И так далее Но тем не менее Вот эти вот Ну грубо говоря Четыре школы Если вы сказали На 1100 мест Это примерно типовой проект Или это каждый раз Это индивидуальное что-то Вот из пяти школ Пять школ Пять школ Одна на 300 мест Это вот допустим Вообще Так называемая пристройка Да я так понимаю Да Но мы так между собой Поговорили и решили Что наверное Это оскорбительно Называть эти объекты Пристройками Потому что 99% этих пристроек Больше чем То к чему пристроили То к чему они пристраиваются Да Поэтому мы решили Что это все-таки Школа полноценная Тем более Все эти школы у нас строятся У нее пищеблок свой Физкультурный зал Танцевальный зал И так далее То есть весь набор помещений Для того чтобы Тишки оттуда не выходили Да Несмотря на это Во всех возможных случаях Мы делаем переходную галерею Чтобы они могли уже Передвигаться оттуда и обратно Так вот Что касается типовых проектов Конкретно вот эта школа На 300 мест Индивидуальный проект Нигде не используемый Там на первом этаже У нас пищеблок На втором этаже У нас танцевальный зал И на третьем этаже У нас спортзал Такого вы нигде не увидите Но данная мера Позволила В тесненных условиях В центре города Разместить Полноценную школу И четыре остальных школы Две из них Абсолютно одинаковые Абсолютно Только фундаменты разные Потому что они В разных местах находятся И Две школы У нас получается Одна Уже Подобная школа Построена На Восточно-Кругляковской А другая школа Которая мы строим Подобная построена В Новороссийске То есть Там где есть возможность Использовать Типовой проект Мы конечно же Это же удешевляет В любом случае Вы знаете Трудный вопрос Трудный вопрос Потому что Мы конечно По нормам и правилам Делаем запросы Смотрим на ценовую политику Но получается Что Если Привязывает этот проект Тот институт Который его разрабатывал И он выиграл Эти торги То наверное Это упрощает задачу А Если Это другой институт Выиграл И перелопатить То что до тебя делали Вы знаете Зачастую говорят Переделать сложнее Поэтому Вопрос сложный Плавающий И сегодня Минстрой Поэтому Был реестр Типовых проектов Его отменили Он сегодня не действует Сегодня есть реестр Экономически эффективных проектов То есть тех проектов Которые Можно строить За счет бюджетных средств Это немного Другая уже стадия И поэтому Сказать о дешевизне Наверное Не совсем правильно Ну и у нас Совсем немного времени Остается до конца программы Порядка двух минут Вот это вот Я по крайней мере В новостях Когда читал этот текст Школа Это обозначается На две тысячи мест Вы говорите Что по факту Это тысяча восемьсот Семьдесят Пять Ну мы журналисты Немного округлили Это скажите Такой прямо пилот И дальше мы рассчитываем Что подобные школы Будут появляться Или скажем так Это просто такое исключение Ну место такое Район такой Где нужна вот такая Большая школа Значит В любом случае Есть норма Которая определяет Количество мест По отношению К земельному участку Есть норма Которая определяет Количество где-то мест В определенной застройке По отношению К многоквартирным домам Или к ЖС Данный земельный участок В конкретной застройке Позволял И был необходим Для размещения Такой школы Те земельные участки Которые будут нам позволять Размещать такие школы И там будут они необходимы Естественно Мы будем их строить Но это как пилотный проект Нам тоже интересно Какие будут у него Плюсы и минусы Надо же понимать Что этой махиной Надо управлять еще потом Ну да Ну это же уже не строители Будут делать Да Но мы естественно Всегда ориентируемся На мнение образования Которое нам говорит Ребят Детский сад Само хорошо Там 300-350 мест Больше Он уже становится Тяжело управляемый И так далее Посмотрим школу Почти на 2000 мест Чем это закончится Для образования Но мы ее точно построим В срок Спасибо большое Артем Вячеславович Что пришли ответить на наш вопрос Уважаемые телезрители Вам еще раз напомню Мы сегодня говорили О строительстве О тех проблемах С которыми столкнулась Отрасль в связи с карантином А гостем нашей Сегодняшней программы Был директор департамента Строительства Администрации Краснодара Артем Аганов Еще раз большое спасибо На сегодня это все Увидимся в следующий раз Всего доброго До свидания